МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе есть идея. Готовим рецепты от известного израильского телеведущего и ресторанного критика Гиля Хавала. Это красиво! А соревнуются в кулинарном искусстве звезды искусства музыкального. Кураторы проекта «Ордынка-2015» Наталья Поталахова, финалистка и куратор Марина Дорошкова, а также самый трепетный ордынский куратор Тамара Вяткина. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Конкурсанты готовят, а строгое интернациональное жюри должно оценить мастерство, изысканность и вкус новых экзотических блюд. Это будет номер один. Ну а дирижируют процессом, как обычно, обаятельный Сева Мокин. Итак, шоу кулинарных идей начинается! Здравствуйте! Добрый день, уважаемые дамы и господа! Рады вас приветствовать здесь, в нашей студии. Я обращаюсь сейчас к телезрителям. Друзья, у нас неимоверная, необычная передача. Сейчас поймете почему. Во-первых, состав участников. Во-вторых, жюри. В-третьих, атмосфера. И в-четвертых, те блюда, которые мы сегодня будем готовить. Хотя, на самом деле, нужно было начать с последнего. Итак, сегодня у нас три конкурсантки, которые борются за право победить в этом туре нашей программы. Это девушки, замечательные домохозяйки, которые не только готовят, но еще и... Нет, не буду торопить события. Все по порядку. Итак, кураторы и участники нашего замечательного конкурса «Ордынка» прямо сегодня с вами. Номер первый. Встречайте Наталью Абаталахову! Номер второй. Марина Дорошкова. Вдоха Абаталаховы! И, наконец, Тамара Вяткина! Привет! Прежде чем начать, девочки, я представлю наше замечательное жюри, которому сегодня предстоит судить этот конкурс. И, сами понимаете, здесь должно быть все очень непросто. Мало того, что вы не знаете те рецепты, которые вы будете готовить, я вам представлю человека, который является автором этих самых рецептов. К счастью или к сожалению, он совершенно не говорит по-русски. К счастью. К счастью для вас. Ну, хорошо. Мало того, он приехал к нам совсем из другой страны. Эта страна называется Израиль. На Средиземноморском побережье находится. И этот человек является ресторатором, шеф-поваром, ресторанным критиком. Он, мой коллега, он ведет телевизионную передачу, кулинарную. И зовут его Гиль Хаваф. Ваши аплодисменты! Хайги! Вторым человеком в нашем жюри является единственная в этом жюри дама, прекрасная Ирис Цвайк. Она является первым секретарем посольства Государства Израиль в Российской Федерации. Ваши аплодисменты! И, наконец, номер третий представительный мужчина в костюме. Это директор 49-го канала Сергей Никитин. Ваши аплодисменты! Очень приятно. Родные лица. Так, самое интересное, пикантное в этой ситуации то, что девчонки на самом деле не очень узнают, что будем готовить. Потому что рецепты Гиль привез нам из Израиля. И сейчас мы попросим его, чтобы он рассказал о каждом рецепте. This one first, second and third. Итак, конкурсант номер один. Вы сегодня будете готовить израильский северо-африканский морковный салат. Шесть больших морковок очищенных, два лимона, один зеленый острый перец чили, соль грубого помолом, черный перец, одна чашка нарезанного кориандра, три чашки нарезанного зеленого лука и пять очищенных и нарезанных зубчиков чеснока. Конкурсант номер два. Салат, который вы собираетесь готовить, это салат из томатов. Секрет этого салата заключается в том, что он готовится без масла. Поэтому, если кто-то хочет похудеть, это самый подходящий для него салат. Хитрый салат без масла из помидоров. Три стакана помидоров черри, нарезанных половинками, четыре зубчика чеснока мелко нарезанные, один зеленый перец чили, половина чашки нарезанной кинзы, одна столовая ложка соли и четверть чашки бальзамического уксуса. Номер третий. Конкурсант номер три. Вам достался самый сложный салат. Это называется салат табули. Блюдо это родом из Ливана. Это ливанское блюдо. Но сегодня вы будете готовить его израильский вариант. Табули – кускус овощный салат. Один мешок кускус быстрого приготовления. Четыре помидора, четыре огурца, четыре пучка лука зеленого, два лимона, шесть столовых ложек оливкового масла, три столовые ложки крупной соли, две столовые ложки молотого черного перца, половина чашки кедровых орехов слегка обжаренных, одна чашка семян граната, пол чашки нарезанного кориандра, пол чашки нарезанной кинзы и половина чашки нарезанного укропа. Давайте послушаем наших конкурсантов. У них еще не было возможности говорить. Мало того, в зале сидят их группы поддержки. Мы специально для этой передачи приготовили небольшую, ну скажем так, музыкальную визитку от каждого конкурсанта вместе с группой поддержки. Пусть они представятся, как они представляют свое участие в нашей программе. Музыкальная визитка от номера первого. Ваши аплодисменты. Наталья Потолохова! Твой мегаполис меня обнимает, прячет траву от тебя. Я растворяю в потоке улиц, путаясь в небо. Твои магистрали, тайные тропы перед лицом лесопад. Эти дороги запомнили стопы, что ты любил слава. Небеси! Парень Витальевич, Наборожима! Прощаю последнее слово. Парень Витальевич, Наборожима! Прощаю последнее слово. Парень Витальевич, Парень Витальевич, Наборожима! АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь номер третий, Третья визитка Тамары Пяткиной! АПЛОДИСМЕНТЫ Ты ему отдала своё сердце И нежность, и ласку. Ты поверила в дожды, шептали губы и бог. Ты от счастья ослепла, облопла и стала безумной. Только он, только с ним Дал дожданное счастье твоё. Пой! Растила в моём сердце Дал дожданное голосо. Ароматом душистый Напоняла жизнь, Но в каменном сердце Нет любви и нет боли. Он ушёл, растоптал, И ланцы лишь шепли глубоко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дело в том, что у нас есть своего рода такой замечательный рояль в кустах. Дело в том, что, оказывается, Гиль сам неплохо поёт, и у него для вас приготовлена песня. О! Да, 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 да. Посвященная и нераскорида. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не нужна на мою сердце, но я пою очень громко, не волнуйтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий арбит уже есть со дневного кандидата. Нет, можно гостю нашему предложить пройти в суперфинал. Да, 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 сразу в суперфинал. Ну что ж, девочки, пора кормить гостей. Поэтому на счёт три мы аплодируем, а вы начинаете. Итак, раз, все вместе посчитаем. Два, три! Поехали. Ну что ж, друзья, я так понимаю, что не только теперь наши конкурсантки в курсе того, что мы готовим, но и уважаемые зрители понимают, те, кто сегодня в студии, понимают, чего мы пытаемся приготовить, чем их удивить. А для того, чтобы лучше усвоилась пища, необходимо включить мозг. Я обращаюсь сейчас к вам, уважаемые друзья. И именно поэтому каждый из вас для своего конкурсанта, я обращаюсь к группам поддержки, придумывает сибирское, русское название того самого, и оригинально при этом, того самого салата, который готовят наши конкурсантки. И могу вам сказать, что это ваша возможность первый балл в актив участника заработать своими силами. Обсуждаем. Ну, а я сейчас обращаюсь к нашему замечательному жюри. Уважаемые, вы выслушали визитные карточки наших замечательных конкурсантов. Да, действительно, они принимают участие в конкурсе, который мы здесь сами продвигаем. Это наш, условно говоря, родной, доморощенный конкурс. Мы его очень любим. Поэтому ваша задача выставить балл за самую красивую, изящную, симпатичную визитку, музыкальную визитку в нашей программе. Ну, во-первых, все участницы были очень-очень интересные, но мы решили все втроем так единодушно отдать второму номеру, потому что... Ну что ж, друзья, счет открыт. Второй номер, невзирая на то, что сама еще толком ничего не приготовила, уже получила... Ну, готово. 0, 1, 0. О, смотрите. Кускус. Вот, смотрите, как... Ты сделала кускус. Ты сделала кускус. Теперь я могу это все вообще тебе... Можно ехать в Израиль жить. Ты видишь, консистенция какая, да? Да, классно. Вся вода ушла, ребята. Now you just have to let it cool. Так, ну что ж, друзья, я вижу, группы поддержки уже нахихикались. Да. И, видимо, готовы заявить свои названия. Друзья, напоминаю, жюри будет выставлять за самое оригинальное название оценку, поэтому сосредоточились. И кто готов озвучить это самое название? Да, юная леди, представьтесь, пожалуйста. Радужное сердце. Вайфи, моя девочка. Молодец. Второй стол группы поддержки. Ага. В салате очень много красных цветов. Мы из Сибири, да, вы из Израиля. То есть, я считаю, что этот салат можно назвать победа, потому что в нем очень много красных цветов, и он символизирует именно дружбу народов. О! О! Обытие! Сплотит, так сказать, наши народы, да, вот в этом салате. Номер третий. Ну, давайте я. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Гуревич Сергей. Я из группы замечательной Тамары Вяткиной. На самом деле, у нас здесь такая объемная дискуссия. Мы даже не знаем, что выбрать. Просто, ну, пусть это будет солнечная ярмарка. Солнечная ярмарка! Номер третий ярмарка! Окей, хорошо. Гиль, я так понял, что вы уже готовы отдать кому-то один балл? Окей. Я отдаю микрофон. Израиль, оранжи, апельсин от израильского шеф-повара достается конкурсанту номер три. Номер третий! Отлично! Друзья, сейчас у наших замечательных членов жюри есть одна очень важная часть программы. Сейчас будут, они будут оценивать, ну, скажем так, я это называю степень кулинарного мастерства или подготовки. Именно поэтому, Гиль, ты можешь пройти, посмотреть по столам и нужно поставить приз тому человеку, которого, балл, вернее, отдать балл, тому человеку, которого ты бы взял свою кулинарную программу в качестве гостя, либо, может быть, помощника, неизвестно как. Окей? Давайте поаплодируем. Английский хоть подачу. Это очень-очень-очень хорошо. Спасибо. Я очень впечатляю. Это красиво. Спасибо. Это комплимент, друзья мои, однозначно. А, смотрите, еще и помогает номеру первому. Ага, все понятно. Это будет очень красиво, как вы думаете. Повлияет на вкус. Итак, балл, Гиль, кому мы отдаем этот балл? Это будет номер один. Уважаемая Ирис, я сейчас обращаюсь к вам. Скажите, пожалуйста, вы давно живете в Новосибирске, в Сибири? Я живу в Новосибирске третий год, то есть я перезимовала уже три сибирские зимы. Скажите, Ирис, а чем вы питаетесь? Вот эти самые салаты, которые мы сейчас готовим, есть в вашем ежедневном меню здесь, в Новосибирске? Или вы перешли на пельмени и борщи? Будьте добры. Я об этом задумалась как раз сейчас. Я думаю, что если бы Гиль был рядом, мы бы, наверное, все это и ели. Но, к сожалению или к счастью, мы очень много работаем, и даже такие простые салаты не всегда можно приготовить. Но мы, конечно, мы, израильтяне, любим питаться вот таким вот образом. Ага, однозначно. То есть не мясо, а именно как раз вот побольше фруктов, овощей и зелени, да? И мясо. И мясо все-таки тоже. Хорошо. Такой вопрос. В нашей культуре есть два замечательных салата Оливье и Винегрет. Какой из них вам нравится больше? Или вы не знаете, о чем идет речь? Ну, кстати, я знаю, как это, конечно, я знаю, о чем идет речь. Ну, с Оливье у меня сложные отношения. Там мы есть. А в Винегрет, да, мы и мой муж, мы, да, мы любим Винегрет. Друзья, знаете что, я сейчас подумал, я думаю, что у нас есть еще одна возможность дать еще по баллу нашим конкурсантам или кому-то одному за самую изящную, красивую сервировку салата, который они выкладывают. А ты думала навалить все в тарелочку и отдать? Нет, ничего подобного. Да, нет, нет, нет. Выкладывать, выкладывать красивенько. Вот, смотрите, вот как красиво. Ой, ой. Можно я вот скажу? Ребята, здесь должны быть аплодисменты. Посмотрите, как стараются девчонки. Да, да. Все. Номер второй закончил приготовление вашего Хитрый салат без масла из помидоров. Нарежьте помидоры черри пополам. Четыре зубчика чеснока мелко порежьте. Порежьте два пучка кинзы, зеленый перец чили и красный лук тоже мелко нарезать. Все смешать вместе. Добавить одну столовую ложку соли, четверть чашки бальзамического уксуса. Дайте настояться салату 15 минут и перемешайте перед подачей на стол. Пряный салат морковь Израиля Вымойте и очистите два лимона. Выжмите в большой миске один и второй нарежьте и добавьте в миску. Натрите шесть больших морковок в тонкие чипсы. Добавьте в миску. Туда же добавьте один зеленый острый перец чили тонко нарезанный, соль грубого помола, черный перец, одну чашку нарезанного кориандра и три чашки нарезанных зеленого лука. Пять очищенных и нарезанных зубчиков чеснока и хорошенько перемешайте. Добавьте приправы по вкусу. Салат готов. Кускус овощной салат. В течение трех-четырех минут отварить кускус. Сделайте салат из четырех помидоров, четырех огурцов и четырех пучков зеленого лука. Нарежьте все кубиками. Возьмите два лимона, нарежьте кожуру одного лимона и выжмите сок из обоих. Добавьте в салат. Для заправки салата нужно смешать 6 столовых ложек оливкового масла, 3 столовые ложки крупной соли, 2 столовые ложки молотого черного перца, половина чашки кедровых орехов слегка поджаренных, одна чашка семян граната, пол чашки нарезанного кориандра, пол чашки нарезанной петрушки и половина чашки нарезанного укропа. Перемешайте вместе с кускусом. Все, свои зачетные блюда и ставим на стол жюри под наши аплодисменты, ребятки! Так, уважаемые жюри оценивают подачу. Номер один и номер три выглядят точно так же, как они выглядят, когда их готовят в Израиле. Но номер два показывает, что если взять израильский рецепт и добавить к нему сибирского колорита, то получится именно то, что мы видим. Получится победа виктори. Победа. Спасибо. Сейчас долгожданный момент для тех, кто сегодня являются гостями нашей студии. Берем свои блюда и выносим туда прямо в зал. Попробовала всего только два блюда, к сожалению, третье не успела. Вы знаете, продукты такие простые, но очень интересно, вкусно, морковка очень острая. Это, наверное, надо людям, которые прям любят. Которые живут там, где жарко. Да, где жарко. Если честно, блюдо очень интересное. Я бы с удовольствием дома попробовала его приготовить. Помидорки, ну, чеснок, помидоры, это, наверное, любимое блюдо всех сибиряков. Это очень вкуснятина, да, и поэтому я с удовольствием попробовала, очень вкусно. Третье блюдо не могу сказать. я думаю, что скоро будете уже попробовать. Да, прошу вас. Первый салат Наташин. Если его есть, я думаю, то болеть вообще не будешь болеть, потому что он настолько острый, он просто острый. Я сижу, у меня прям все горит. Второй салат Марины, это вот прям как вкус лета. Вот смотришь на него и прям вот лето вот уже. Еще вот нет лета, но чувствую, что уже все, лето началось. Очень вкусно. Теперь оно внутри тебя, это лето. лето сейчас круто. И последний салат Тамары, он, знаете, вот как экзотика какая-то. Я не могу понять, вот что. Я не могу понять. Там как-то все вот, там все сочетается вместе и получается как это одна картинка. Ну вы все молодцы, все круто, все вкусно. Спасибо. Ой, здорово. Спасибо. Это. Меня зовут Ольга. Мы поддерживаем сегодня Томочку нашу замечательную. Значит, попробовав все три салата, все три салата очень вкусные, очень интересные, оригинальные. Вот первый салат, ну, все уже высказались, это самое, что бросается в глаза, острота. Очень острый салат, очень жгучий. Всем напомнился первый сто процентов. Да, и на весь день. На весь день. Да, да, да. Вообще. Леем шаги. Второй салатик Марины, он такой, за счет помидорок черри, такой очень сладость такой придает, придает помидорки. И кинза, необычный вкус, в общем, такой оригинальный и сластит немножко. То есть, очень интересный. Вот, и у Томочки салат такой оригинальный, разнообразный, очень много разных вкусов. Орешки придают пикантность, гранат придаёт сладость, кускус, какую-то основу такую даёт всему салатику, кислит немножко салат, и при этом сластит. Вот, очень, очень классный салат. Нам очень понравился. Аплодисменты. Ну, что ж, аплодисменты. Теперь самое интересное, теперь высказывание наших членов жюри, и они, каждый из них, ставит один балл кому-то из конкурсантов, чей вкус понравился, вкус блюда которого и понравился ему больше всего. Ну, я попробовал все три. Все три действительно вкусно. Я не ожидал даже, в общем-то, что, вот, ну, больше всего, наверное, вот я даже не знаю, честно говоря, что выбрать, потому что всё так необычно. Ну, давайте я отдам пальму первенства, ну, третьему. Так. Эрис? Ну, я, конечно, за диету. К тому же, она такая вкусная. что я думаю, это совсем непросто. Это кажется, что так просто взять, там, вот так аккуратненько нарезать помидорки, так это всё вокруг. Круто. Спасибо. Я вот... Очень рад быть в Сибири, и прошло уже 36 часов, с тех пор, как я здесь, как я покинул Израиль, я очень скучаю по дому, и салат, который мне больше всего напоминает дом, это салат номер один. Номер... 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 Итак, счёт становится. Номер первый два балла, номер второй три балла, и номер третий два балла. Таким образом, номер второй у нас считается победителем. «Номер третий» Это всё помидоры. Молодец! Молодец! Итак, друзья, у нас есть призы для наших участниц. Номер первый получает вот такой замечательный фартук с логотипом нашей программы. Номер второй, номер третий, и эксклюзивный фартук мы дарим нашему замечательному тостю «Иль Хава» Ваши амборисменты! А теперь три, четыре, и... Хава, нагила, хава, нагила, хава, нагила, вы, 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 хава, нагила, хава, нагила, хава, нагила, вы, 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 итак, на этом мы заканчиваем нашу программу. Надеемся, что были интересны вам, уважаемые телезрители. И вскоре увидимся вновь. Есть идея, на этом заканчивается. Всего хорошего. Пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова